Всем привет, с вами Астрема, вы на канале Рухард Проджект и мы продолжаем играть в Тейлз Взстерия. В предыдущей серии я пропустил очень важную деталь, которая была в диалогах, но я, видимо, не успел ее прочесть. Все дело в том, что Сарей у нас не видит правым глазом ничего, из-за того, что у его оруженосца, у Алиши плохой резонанс. Вот, и из-за этого, собственно, Алиша и Миклео пострадали. Такие вот дела. И у нас есть новая оценка, которая называется Лесной Люд. Значит, это был Лукас из Лесного Люда, да? Интересные ребята. Похоже, я так мало знаю об отношениях между людьми. В его поступках есть смысл для тех, кто готов принять его условия. Те, кто пренан своему делу, обладают чистым сердцем. Это правда. Я совсем не почувствовал в них зла. То есть зло не происходит от того, что кто-то поступает неправильно. Даже злодей может иметь чистое сердце, именно потому, что полностью предан своему делу. Да уж, зло не такая простая и однозначная вещь. Что ж, если ты об этом задумался, ты на правильном пути. Я тоже так считаю, Сарей. Но не забывай, что чистоту и наивность разделяют очень тонкая грань. С этим не поспоришь. Ох, у меня от этого мозги болят. Ой, и новая лекция наконец-то Сарей узнает, и мы в том числе узнаем о бонусных навыках. Давайте посмотрим новую лекцию. Замечательная нынче погодка. Кстати, пора продолжить лекцию о навыках. Как скажешь. Сегодня мы поговорим о бонусных навыках. Ты в восторге? Ага, конечно. Конечно, все навыки можно использовать произвольно. Но если правильно выстроить базовые навыки, ты получишь доступ к... Сейчас-сейчас. Бонусным навыкам. Ладно, оставим в восторге. Использовать бонусные навыки очень просто. Есть всего три правила. Существует понятие набор. Это когда один и тот же навык выбирается несколько раз. Если это сделать, ты получишь дополнительное усиление. Эффективность усиления зависит от того, сколько одинаковых навыков было выбрано. Но в итоге ты можешь получить... То есть, когда ты выбираешь четыре одинаковых навыка, второй и третий навыки не получат бонусный набор? Не получат бонуса за набор? Далее, если ты выберешь все пять навыков из одной группы, образуется связка по группе. Для этого тебе нужно выбрать все пять навыков из одного столбца. Бонусный навык дополнительно усилит действие этих навыков. Наконец, существуют связки по стихиям. Чтобы их образовать, нужно установить навыки одной стихии рядом друг с другом, но... Ой, время вышло. Увидимся на следующей неделе. Нет, вы серьезно? Так, все, я уже понял, что мне нужно в каждую шмотку воткнуть атаку. Чтобы ноги бать. Вот. Или защиту. Сарей, идем попрощаемся с Роханом и остальными. Да, хорошая идея. Ну что ж, отправляемся. Алиша вздыхает. Видимо, не хочет она со всеми прощаться. Наш долг перед теми, кто остался, не забывать о них. Так, Рохан у нас возле священного дерева. Да, нужно, значит, защиту и атаку мне стараться собрать. Можно больше. Леди Лайла, вы вернулись. А ваши друзья навели здесь порядок. Снова. Милота-то какая. Понемногу люди снова начинают почитать великое дерево. Можете не сомневаться, я тоже выполню свой долг. Это хорошо, значит, мы можем спокойно идти. Что? Ой, нет, вы все убегаете от нас? Береги себя, атак. Я... я остаюсь. Ну, в конце концов, нужно, чтобы кто-то поклонялся Рохану. Алиша, ты же не хочешь сказать? И мне нужно доложить в озерный град, как обстоят дела в Марлинде. Мои разногласия с советом только улеглись, и если ты будешь вместе со мной, у тебя снова будут проблемы. Я бы хотела продолжить наше путешествие, но я... Большое спасибо, Алиша. И тебе спасибо. За все, Сарей. Может, вас наедине оставить? Вы же не в последний раз видитесь. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы в Хайленде не осталось зла. А я буду следовать за твоей мечтой. Удачного пути. А ну, вернитесь! Немедля, слышали? Вы серьезно? Получена, милая девушка. Другой цвет. Это у нас для Эдны. Серьезно? Алиша вот так вот свалила от нас? Да вы издеваетесь. И что мне делать без своего оруженосца? Да ну! Это как вообще? Батюшки святы! Сколько же времени прошло с тех пор, как у нас так ярко светило солнце? Тучи рассеялись, чума ушла, и теперь над нами снова чистое голубое небо. Вот оно как. Эх, действительно. Грусть. Эй, как дела, пастри? Как видишь, великое дерево начало потихоньку оживать. Ну, это мы уже слышали. Так, что у нас? Ммм, выбрать Нормина. Ааа, мы только одного Нормина можем выбрать. Та-дам! Грусть. Просто грусть. Ну и ладно. И у нас вот здесь... Это, блин, если я правильно помню, это дополнительные задания какие-то. Я слышал, что эти сверкающие камни есть повсюду, в руинах Борс. А, интересное место мы какое-то нашли. Ай. А только вот не знаю, имеют ли они какую-то ценность. Трудно сказать, стоит ли вообще отправляться в такую даль на их поиски. Красивый блестящий камень. Мне стало любопытно. Это может быть какой-нибудь артефакт. Так, сверкающие камушки. Странно. Что это и к чему это? Ну ладно. Раз такие дела, нам пора отправляться в империю Роланс. Ну, не будем задерживаться тогда в Марлинде. Посмотрим, что нас ждет не в другом городе, а уже в другой империи. Все же пастырь не имеет границ и его добро тоже. У меня послание, и оно срочное. Эй, полегче. Империя, империя Роланс нападает. Что? Значит, война началась. Прошу, предупредите жителей Марлинда. Мне надо попасть в столицу. Ты ранен, это слишком опасно. Нельзя терять время. Будь осторожен. Не наделай дел. Благодарю. Лучше нам поскорее всем все рассказать. Слушайте меня, дворняги, игры кончились. Покажем этим неженкам из столицы, кто мы такие. Я тоже пойду. Да, я бы не мог спокойно спать, если бы мы отпустили этих ребят на бойню. Ты не должен. Если пастырь появится на поле боя, страна, которой он поможет, обязательно одержит победу. И что, нам просто сидеть и смотреть? Ага, пускай людишки сами разбираются со своими проблемами. Но я знаю, что силой пастыря смогу спасти много жизней. Ты можешь спасти жизнь людей из Хайленда. Это так, однако... Людям из Роландса не повезет. Ведь они по другую сторону. Верно. Такова сущность войны. Она не знает ни правосудия, ни наказания. Сила пастыря сама по себе уже меняет мир. Если ты вступишь в войну, никто не знает, как сильно ты исказишь события. Хорошо. Я хочу, чтобы Лукас и его люди укрылись вместе с остальными горожанами, ладно? Да. Тогда давайте сейчас же поговорим... Кажется, они собираются уходить, как можно быстрее. Заметано. Японский бог, что происходит? Какая война? Ох, как это все не вовремя. Так, стоп. Мне интересно вот с этим человеком поговорить. Царей, не забудьте ключи от библиотеки. Ах да, мне нужно вернуть его Нифу. Точно, та женщина, которая книги собиралась продать. Она же попросила передать Нифу ключ. Вот, собственно, и Ниф. Ниф, о, Сарей! Возвращаю, тебе вот это, Агата передала. Ключ от библиотеки. Спасибо, и простите за беспокойство. Когда я вырасту, то буду как Мальтрана. Я стану второй синей Валькирией. Мальчики не могут быть Валькириями, дурачок. Если Мальтрана и станет кого-нибудь учить, то это буду я. Не будет она тебя учить. У тебя даже одежда не синяя. Будет синяя, как только я упрошу маму купить мне ее. Кое-кто здесь популярен. Это потому, что госпожа Мальтрана родом из Марленда. Она стала первой в линии наследования, только после того, как все прочие наследники скончались. Чувство ответственности у нее было непревзойденное. Но она была достаточно хрупкой девочкой. Ей пришлось очень усердно тренироваться. А теперь она синяя Валькирия. Значит, они абсолютно разные. Что? Ничего, вы просто прояснили мне кое-что для меня. Не вполне понимаю, но я рад, что смог помочь пастырю. Я еще кое о чем хотел спросить. Вы не слышали о радужных сферах? О радужных сферах у нас есть одна. Я поместил ее в святиище, как подношение за восстановление города. Мы можем ее позаимствовать для нашего расследования? Мне бы и в голову не пришло отказать пастырю в просьбе. Можете пользоваться, сколько пожелаете. Спасибо. Так, люди только вернулись домой из церкви, и теперь это. Так, святилище должна быть сферка одна, да? Радужная сфера, а святилище тебе туда и нужно. Из-за покупки всего этого лекарства городской бюджет почти исчерпан. Это были чрезвычайные обстоятельства, конечно, но что нам делать сейчас, когда нужно чинить крыши и платить налоги? Ничего не делать, ребята, война пришла. Все, забудьте о своих крышах. Во время чумы много работы легло на плечи нашего городского представителя. Теперь же, чтобы добиться результатов, мы, горожане, должны работать вместе. Так, ладно, сбегаем в святилище, а потом поговорим с Лукасом. Просто вот городу действительно не повезло. Сначала чума, затем... Вот это вот все. Война с Империей Ролланд. Почему они вообще решили напасть? Так. О, дружище, Нормин, привет. Есть наряжение с открытыми навыками. Я могу поработать, как следует. Защита от приемов. Так. Где мои мечи? А, ну, пожалуйста, я могу и в меч воткнуть. А нет, у меня же новый жилет. Колючий. Во. Защита от приемов. Отлично. И посмотрим, что у нас за ништячок. Здесь. Кальцитовый обод. Во, ну-ка. Он у нас для Миклео. Магическая атака 64. Ну-ка. Миклео. Так, 64. А, их две. Но с вот этим Миклео явно будет чувствовать себя получше. Так, отправляемся в святилище. Если это святилище. Или я что-то перепутал. А, да. Оно, точно. А вон та сфера. Столько людей погибло. Беспощадный старик... Беспомощный старик не может задержать слезы. Эх. Честно, жалко этот город. Очень сильно жалко. Пожалуйста, пощадите моего отца. Наш малыш снова совершенно здоров. Моя благодарность не знает границ. В следующие несколько дней возобновится патрулирование на мосту Грифлетт и вдоль основных дорог. Сейчас я зачитаю имена тех шести человек, которые пока будут назначены выполнять эту работу. Вы должны явиться на свой пост в течение часа. Мы уже передали земле столько умерших, но я надеюсь, что нам не придется когда-нибудь копать братскую могилу. Еще столько нужно похоронить. Мы должны поспешить ради всех семей, понесших утраты. Да, атмосфера здесь, конечно, не очень благоприятная. Нагнетающая. А вот и сфера. Получена зеленая радужная сфера Аэнс. Могучая армия Роландс готовится идти на войну. Солдаты приветствуют своего генерала. Всем пока. Как думаешь, что это значит, Миклео? Король торжественно передал меч. Видимо, какая-то церемония. Думаю, тот, кто принял меч, генерал. Судя по форме, генерал Империи Роландс. Правда, сложно сказать, как давно это было. Кто бы он ни был, на виду настоящий герой. Но что это значит? Что уникально в этом событии? Наверное, если мы сможем увидеть побольше, то поймем, чем эта сцена так важна. Не знаю, но поискать стоит. Вы только подумайте, осколки истории даже не верится. Так, получена зеленая радужная сфера Айнс. Она у нас чего? Она у нас ничего. Просто посмотреть можем. Ладно. А теперь можно уже поговорить и с Лукасом. Попросить его убраться куда-нибудь подальше и спасти себя и своих людей. Да, неоднозначная ситуация с этой войной выходит. С одной стороны, Сарею однозначно стоило бы вмешаться во всю эту ситуацию и быть на стороне вот этого государства против Империи Роланд. Но с другой стороны, он ведь пастырь и... и-и-и... Пастырь это не герой одного государства, не герой одной Империи. Это как бы в общем луч света и надежды во всем мире. Поэтому если он начнет сражаться против какого-либо государства, против какой-либо Империи, то это станет уже чем-то странным. Я лично это понимаю как-то так. Лукас, я хочу, чтобы ты и твои люди нашли убежище в городе. Черт Аз-2, в боях мы зарабатываем на хлеб. И потом, разве мы не помогли восстановить этот город? Разве ты хочешь, чтобы солдаты Роландса разнесли его на кусочки? Я просто волнуюсь за всех вас. Пожалуйста. Хорошо. Мы отступим за реку Грифлет. Какой позор. Придется бросить этот город как раз в тот момент, когда он начал подниматься на ноги. Мы оба знаем, что на самом деле имеет значение. Да уж, куда мне тягаться с этим пастухом? Планы меняются, дворняги. Мы сопровождаем горожан в безопасное место, к северу от реки Грифлет. Живо, готовьтесь. Благодарю. Лучше тебе подготовиться самому. Мост все еще не восстановлен, нам придется пойти вперед и разбить лагерь на берегу реки. Ты прав. Значит, мост все еще не восстановили, хотя прошло времени уже достаточно много. У нас все готово. Ты как, пастырь? Можем двигаться к реке? Можем двигаться к реке Грифлет. Лэндон, главнокомандующий армии Хейланда. Пастырь с вами? Это я. Ты? Да? А что, разговор с пастырем требует так много солдат, генерал Лэндон? А ты тот наемник Лукас из Лесных Ребят, да? А вот и хорошо. Ты тоже послушай. У меня есть новости о госпоже Алиша. По подозрению в использовании пастыря для подрыва государственных устоев, а также по подозрению в содействии вторжения империи Роландс, принцесса Алиша была задержана. Вздор! Алиша никогда бы на такое не пошла. Она не арестована, пастырь. Ее всего лишь задержали для допроса. Да, от всего этого дела несет, как от... Но если пастырь скажет, скажем, применит свою силу, чтобы посодействовать победе наших войск, мы, скорее всего, снимем с принцессы все возложенные обвинения. Так ты... Сарей, мы должны сделать, что он говорит. Похоже, у нас нет выбора, если с Алишей случится беда. Да, мы все знаем, что Сарей будет винить в этом себя. А если это случится, даже такой человек, как Сарей, может поддаться воздействию зла. И тогда все, конец. Если зло проникнет в душу пастыря, это сможет уничтожить весь мир. Причем куда быстрее, чем любая война. Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше. У нас все получится, в конце концов, у тебя есть мы. Если я буду сражаться, вы обещаете освободить Алишу? Если ты принесешь нам победу, то да. Мы тоже идем. Прости, мы не привыкли сбегать. Мы слишком часто гордо побеждали, чтобы убегать пожар в фост. Хорошо, но главный здесь я. Вам лучше помнить об этом. Что ж, пастырь, я буду ждать тебя на поле боя. Эй, выше нос, приятель. Лесной люд берется за дело. А значит, пастырю не придется даже пальцем пошевелить. Сарей, не падай духом. Я ведь уже говорил тебе, у тебя всегда есть мы. Не заводись так сильно из-за этой войны, хорошо? Просто сделай, что должен, чтобы поскорее с этим покончить. Спасибо, друзья. Да вот мразь, а. Вот мразь. У меня просто нет слов, как описать вообще вот те чувства, которые возникают по отношению к этому генералу. Который решил воспользоваться привязанностью с Сарея Калиши, чтобы одержать победу в войне. Но хотя, его тоже в какой-то степени можно понять. На войне любые средства хороши. Что ж, мы эту серию сохраним. Но перед этим мы посмотрим сценку. Путь пастыря. Почему это происходит? В этот раз мы против людей, а из-за войны все даже хуже. Да, мы можем ранить людей, пытаясь остановить их конфликт. Это может раннее чувство Сарея приведет к появлению зла. Да как это возможно? Если это правда, тогда у пастыря практически не остается шансов избежать влияния зла. Такова цена взаимодействия с людьми. И это путь пастыря. Жаль, что мы не можем заставить его забыть об Алиша. Он не забудет о ней. Я знаю. Ведь именно поэтому он стал пастырем, правда? Да. Думаю, мне надо подготовиться. И еще одна лекция от Лайлы и Эдмы о навыках стихии. Поговорим о бонусных навыках, которые дают связки по стихиям. Если связки по группам можно назвать вертикальными, то связки по стихиям горизонтальные. В отличие от связки по группе, связка по стихиям может быть активирована всего двумя навыками, при условии, что они располагаются рядом. Но если есть 10 групп, значит можно связать от 2 до 10 навыков? Именно в зависимости от количества выбранных навыков эффект меняется. При желании можно даже дублировать одни и те же эффекты. Получается, если выбрать два нестихийных навыка, например, Атака и Грохнус, ты получишь два бонусных навыка в С-связке, снижающих нестихийный урон на 20% вместо 10. А еще ты получишь два эффекта набора с двух. Но нужно быть внимательным. Если ты решишь выбрать только один из третьих нестихийных навыков, глухоплюс, бонусный навык С-связки из трех активируется, но оба эффекта С-связка из двух исчезнут. Значит, для бонусных навыков С-связок сначала считается длина комбо, а затем уже количество активируемых комбинаций навыков. Именно бонусные навыки полезны, но чтобы получить эту пользу, нужно как следует подумать. Вряд ли что-нибудь получится, если выбирать снаряжение как попало. Тебе нужно планировать, какое снаряжение использовать. Значит, можно найти предмет, в котором все четыре ячейки заняты одинаковым навыком, образующим набор из четырех, или предмет, который сам по себе активирует бонусную связку. В точку тщательный выбор снаряжения и объединения предметов добавляют навыкам мощности. Пора сделать важное объявление. Опять про следующую неделю? Это занятие было последним. Что? Да? У меня маленький вопрос, вы что-нибудь поняли? Я нихрена не понял. Снова огромная куча информации, но общее представление, по крайней мере, у меня есть. Ну а на этом мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Всем пока!